Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Девушки отдыхают Но я не умею скользить Постойте Ведь у Наташи в театре дедушка Он занимает высокий пост Самый высокий На пятом ярусе На пятом Девушки отдыхают Наташа Как ты думаешь, устроилась в озеро? А вдруг дедушка заупрямился? Вальс, Вальс, на стену Кажется, вы без билета А пальто было Идите, уж по-доброму беремся Идите, уж по-доброму беремся Идите, уж по-доброму беремся Обратите внимание, как она грациозна Это Олечка Верейская Верейская? Которая? Третья справа Ах, таланты! Между прочим Это наша дочь Что? Замолчи, несчастный Ну ведь Тише Извините, пожалуйста КОНЕЦ КОНЕЦ Кто тебя тянул за язык Говорит, что Ольга наша дочь А я и не скрываю Наоборот, горжусь Дома гордись А не здесь, в театре Я создаю дочери успех Я притворяюсь поклонницей Чтобы возбудить интерес к ней А ты снижаешь эффект Наша дочь Но ведь она же действительно наша дочь Плановик, несчастный А почему же несчастный? Я очень хорошо разбираюсь в искусстве Ты мне это говоришь Я двадцать лет была на сцене Я знаю, что такое карьера А вот из-за таких отцов, как ты Гибнут такие таланты, как наша Олечка Ничего Бог даст мне погибнуть Я не знаю, что такое Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Казахстан! Добро пожаловать в 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 Казахстан! Наташа, я хотел поблагодарить вас. Вам понравилось? Очень. Особенно... Послушайте, а где же ваш пальто? Сейчас принесут, вы не беспокойтесь. То есть как не беспокойтесь? Коль давно ушел. Ну, пойду так. Никуда вы не пойдете. Вот стойте здесь и держите зонтик. Балетному училищу, привет. Театр розовый балет. Здравствуйте, Кольба Датаревна. Ну, что, пришли полюбоваться на свою деталицу? Да, ну что говорить. Наша школа ленинградская, как и арабешки, фойте, ботман. Нашего академического театра прима-балерина. Театр-то ваша школа-то наша. Вот вы всегда одна. Простите нас, пожалуйста. Ну, что вы. Опустите зонтик. Смотрите. Стоило вам принести пальто, как дождь кончился. Вам направо или нет? А вам? Направо. И мне? Это правда? Честное слово. Смотрите, а то я терпеть не могу, когда говорят неправду. Все, что угодно лучше, только не верю. А Ольга, это ваша подруга? Да. Она вам нравится? Интересная девушка. Ой! А если бы я вас не встретила, вы ушли бы без пальцов в такой дождь? Ушел бы. Вы бы на моем месте поступили так же. Почему? Ну, подумайте, Наташа. Если бы вам три года тому назад предложили, вы вернетесь в Ленинград. Но будет лить дождь. День и ночь, целый месяц. Вы стали бы ждать зонтик. Алеша, а вы давно вернулись в Ленинград? Только две недели. Вы были на фронте? Да. Я брожу по городу, брожу в любую погоду. Я наслаждаюсь всем заново. Вот Мариинский театр, Адмиралтейская игла, Нева с Кировским мостом, Смольный, броневик Ленина. Я хожу по набережным, по проспектам. Мне хочется обнять каждого ленинградца. За то, что они сохранили все это. За то, что отстояли город, за то, что... Простите, я, кажется... Я была такая же, когда вернулась. Точно такая. А вы видели меня сегодня на сцене? Нет, не видел. В антракте вспоминал, что не видел. А во время действия опять вас забывал поискать на сцене. Спасибо за правду. Но в следующий раз я вас узнаю среди всех. Я думаю. В следующий раз вы придете, когда я буду танцевать спящую. Вот тогда вы не забудете поискать меня на сцене. Идемте, дождь кончился? Нет, еще. Он кончится тогда, когда нам подадут карету. Это у вас после сказки Чайковского такие надежды? Вероятно. Мне кажется, что балет продолжается, что музыка еще звучит. И на площадь выплывают лебеди. Вы писали стихи? Но не печатал. Ни одного. Они совсем никуда не годились. Ага. Вот и карета. Кто был прав, Наташа? Пойдемте, я вас провожу. Ну что же это вы так задержались? А я давно приехала. Думала, уж не случилось, ну что. Ну, конечно, под трамвай попали, под автомобиль. Под трамвай не попали. А вот с автомобилем целая история. С автомобилем? А, новый знакомый Наташа. На спектакль опоздал. Номерок от пальто забыл в пальто. Чего ты смеешься? Хотел проводить Наташу в автомобиле домой. Ну, тебе всегда мерещатся. Ты за нашу Наташу не беспокойся. Ах, я, Линдор, друг, тебе неизвестный, тебе неизвестный. Но сердце мое полно только тобою. Пей, пей, миленький. И надеждаю бьется. Что-то ветное стукнет окно. Что-то, 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 хоть миг я увижу тебя. Как? Наташа? Это вы? Я. А почему вы здесь? Я здесь живу. А вы? Я тоже. Давно? Всю жизнь. А вы? Только два дня. Наташа, до свидания. Мне пора на урок. Я каждое утро буду петь вам серенады. Только не раньше шести. Ах, но любить тебя жарче, нежнее. Да жарче, нежнее. А в целом мире никто не сумеет. Не-е-е-е-е-е-е-е. Перегонитесь. Хорошо. Аполлон Владимирович, нельзя ли без нюансов? Докатился ты, Аполлон, из первоклассного пианиста превратился в тапёра. Фатум — судьба. АПЛОДИСМЕНТЫ Что ты смеёшься? АПЛОДИСМЕНТЫ Сейчас почему-то вспомнила этого несчастного певца. Помнишь, без билета? Его зовут Алексей Озеров. И он не такой уж несчастный. Ах, вот как! Скажите, пожалуйста, урок выпускного класса не закончился? Звонка не было, значит, не закончился. Ходит он. Я не про вас говорю. Неужели понять нельзя? Ну, учились сколько? Выпускные экзамены на носу. Ведь за один день, да что за один день? За три-четыре минуты всё вот учение показать надо. Вот так... Тут ходит он, голубый морочный. Я могу идти. Да я не про вас говорю. Взять бы метлу. Да по ногам, по ногам. Да я не про вас говорю. Афалон Владимирович, вы знаете такого певца, Озерова? К сожалению, знаю. Разве он плохой певец? К сожалению, прекрасный. А почему всё к сожалению? А потому что человек, кроме голоса, обязан иметь хоть немножечко вот тупку. Не заметила. Я хочу, чтобы вы пригласили участвовать в нашей бригаде 13-го числа. Бесполезно, Олечка. Я ему предлагал концерты, очень выгодные, двойную ставку. Не идёт, отказывается. Видите ли, ему ещё рано выступать. А всё-таки Афалон Владимирович, говорите его. Я хочу послушать его голос. Это мой каприз. Ваш каприз для меня закон? Хорошо, очень хорошо. Ольга Верейская. Ну, теперь не будет узнаваться. Пройдём, ну ли? Так и надо. Нечего сказать. Называется подруга. Неужели ты не могла на ряд коллеге доказать, что это безобразие? Что это просто возмутительно? Оля, ну ты же знаешь, что я не одна решаю. Ну, а если бы тебя вот так разукрасили, тебе бы это было приятно. Напрасно ты обижаешься на дружеский шарж. Дружеский шарж? Я буду жаловаться Веры Георгиевне. Жаловаться? Не советую. И не волнуйся так. Эти рекламные концерты давно мешали тебе серьёзно работать. А, очень хорошо, что мы встретились. У меня к вам интересное предложение. Я знаю ваше предложение. Нет, не знаете. Сегодня особенно интересное предложение. Спасибо, не интересуюсь. Да погодите. Я к вам от одной из терпсихор. Самой прелестной. Как, разве она участвует в концертах? Ну, конечно. Хорошо. Тогда я согласен. Так, запомните, молодой человек, 13-го числа, ровно в 9 часов, Дом культуры первой пятилетки. Хорошо. Но вы не подведёте Аполлона и Валгина? Нет, нет. Честное слово. Да. Вот и она. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы меня узнали? Ну, конечно. А кого вы ждёте? Да я... Понимаю, Ромео ждёт свою Джульетту. Не беспокойтесь, мой друг, она сейчас переоденется и выйдет. Ну, до свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Что ж вы так долго? А мне так хотелось вас видеть. Я очень рада. Наташа, вы опоздали на одну минуту, я сделал большую глупость. Хорошо, что я не опоздала на две минуты. Алёша, вы мне очень нужны. А что такое? Идёмте, я вам расскажу, в чём дело. Давайте в ваш чемоданчик. Алёша, вы знаете, что у нас скоро выпускной экзамен? Да. На этом экзамене мне поручена роль Авроры из Спящей. Знаю. Откуда? Вы же мне сами говорили. Ах, да-да, говорила. Слушайте меня внимательно, это очень-очень серьёзно. Слушаю очень внимательно. Чем больше я работаю, тем больше мне хочется танцевать Адашу, помните, в четвёртом акте? По-иному, по-своему. Совсем не так, как поставил Петипа. Это большая дерзость, да? Это очень хорошо, Наташа. Очень. Что хорошо? То, что вы ищете новое. То, что вы так горячо и так серьёзно любите своё дело. Ведь это не дерзость, это смелость, Наташа. За это я вас и... И отношусь к вам с уважением. А с Верой Георгиевной вы разве не советовались? Нет, нет, я хочу показать Веру Георгиевну, когда всё будет готово. Боюсь, ужасно боюсь. А вы не бойтесь. О, не бойся, Калиночка. Простите. Что с вами? Опоздал на урок. До свидания. Постойте! Ваши ноты! Возьмите ноты! Здравствуйте. Здравствуйте. Простите. Можете сразу петь? Могу. Ромео? Нет, профессор. Провьета? Нет, профессор. Я бы хотел спеть песню моего товарища. Песнь о победившем Ленинграде. Если позволите. Это интересно. Интересно. Прошу, пожалуйста. Здравствуйте, Ольга Александровна. Прошу. Прошу. Мы пойдем на берег моря К самой ясной синеве, Где волне высокой вторя Бродит ветер по траве И встает красивый молод Не найти его мирей Вовой славе Светлый город Город юности моей О, гляди, как из тумана Выплывают острова И горит поутру рано Легким злом А там небо Пусть несется песня следом Мимо каменный громад С новым счастьем И победой Слово славой Ленинград Великолепно И хорошо поете Хорошо, да Вы готовы и певец Можете участвовать В любом концерте Что, вероятно, и делаете В Тиховолку Но Ольга Александровна Вы свободны Благодарю вас Но В свой театр Я бы вас не взял Нет Ни за что Садитесь Вы улицу Гоголя знаете? Знаю, профессор А большой дом Разрушенный немецкой бомбой? Знаю Поднимались туда наверх На стройку? Нет, профессор Подымитесь Я подымался Там свой тенор есть Его фамилия Кулагин Он каменщик Я полдня Стоял и смотрел Учился кладки Но то, что он делает Так это же музыка И это искусство У него Цельюстремленный ритм Ритм Вот в чем дело Когда вы его увидите Передайте ему привет От профессора Любомирского Я не понимаю Профессор Не понимаете? Жаль Очень жаль У вас ноты Это способ показать свой голос И только А для меня ноты Это душа человека Которая поет о любви О любви к другу К женщине К родине А вы все ори Все без исключения Сводите только К воспеванию Самого себя И даже Когда вы поете Песнь о Ленинграде Вы кончаете тем Что слушаете Свой волшебный тенор А Ленинград Ленинград исчезает Исчезает бесследно Уступив место тенору Мне бы хотелось Чтобы вы Поняли не только то Что я вам сказал Но и почему сказал Милый друг И как сказал Я понял профессор И не беспокойтесь Я не сомневался И не сомневаюсь А вот Чужие туфельки Топтать не надо А я слышала Как вы пели Наташа А Леша У вас чудесный голос Правда Правда Что с вами Вы чем-то расстроены Нет Почему же Профессор тоже Похвалил меня Только закончил он Несколько иначе Он сказал что я Словом в свой театр Он меня не взял Почему Потому что я плохой певец Неважный певец Кстати Наташа Вы можете передать Иволгину мою записку Могу Но ведь его увидите Завтра утром Конечно увижу А вот ваш чемоданчик Простите что я заставил Вас прийти за ним Я вас сегодня Одного не оставлю Я буду целый вечер с вами И пожалуйста не спорьте Ведь мы друзья Леша Друзья Наташа Вам не кажется Что сегодня В моем исполнении Чувствовалось Любование голоса Только говорите правду Ведь мы условились Не лгать друг другу Правду Чуть-чуть Алеша Самое малость Видите Спину держать Спину Колено выше Колено Колено Для И Подставай Так Ну Он меня поздно отпустил Нет не поздно Ты виновата Спину надо крепче держать Потому и не получается Отдохните немного Потом позанимаетесь сами и завтра мне всё покажете. А вообще, очень хорошо. До свидания. Спасибо, Вердия. Девочки, потрясающая новость. На днях состоится грандиозный концерт в честь Красной Армии с участием лучших артистов Ленинграда. Вот попасть бы на этот концерт. Да подожди, я ещё не сказала самое главное. В концерте примет участие молодёжь и от нашего училища тоже кто-то будет нацелать. Не может быть. А кто от нас? Ну, это ещё неизвестно будет отборочная комиссия, но я надеюсь. Нет, не то, не то. А вы раз смотрели? Ну, я всегда смотрю. Я 50 лет смотрю. Я помню, как было у главного балетмейстера Петипа. А как было? Как было? Вот Петипа что говорит? Вот принц, что ему надо? Чтоб ты его любила. Вот он тебе и на рыбку ловит, и туры крутит, и вокруг пальца вводит. Понятно? Понятно. Да. Какое ж ты имеешь право безпеклословно и к нему на шею кидаться. Ведь настоящая, спящая красавица, которая сто лет проспала, ведь она в последнем, и он всегда обязательно возьмёт и отвернётся. Аполлон Владимирович, дайте, пожалуйста, та-та-та-тай, та-та-тай, та-та-тай, финал Адаши. Боже мой! До чего ты дошёл, Аполлон? Швейцар под твой аккомпанемент будет танцевать спящую красавицу. Очевидно, в присядку. Значит, ты будешь принц, а я Аврора. И вот я делаю кружки. Вот как учил Петипан, а Вера Георгиевна запамятовала. Ух, я тут с вами заговорился. Аполлон Владимирович, Кузьма, конечно... Петипан. А я чувствую в музыке торжественность, подъём. Совершенно верно. А что, если здесь делать верхнюю поддержку? Можно попробовать. Сыгайте, пожалуйста. Пожалуйста. Я всю школу перевергну верх дном, но я добьюсь, чтобы наша Олечка считалась самой первой. Слышишь ты? Очень буду рад. Только школу для этого переворачивать не надо. Как ты сказал? Да, сорвись ты от своих несчастных расчётов. Речь идёт о своей дочери. Ну, кому что? Кому расчёты, а кому интриги. Слышишь, делать карьеру своей дочери он называет интригами. Ну вот, вместо турбины написал интриги. Я 25 лет была на сцене. Я знаю, что нужно для успеха. А я тебя каждый день прошу, не вмешивай ты, Олечку, в свои делишки. Успех, моя дорогая, достигается не интригами, а талантом. Да-да-да-да. Талантом и трудом. Этакая неблагодарность и ради этого деспота я бросила сцену, принесла себя в жертву, а он теперь собирается погубить карьеру дочери. Страдавица. Только вы один меня понимаете. Аполлон Владимирович. Да. Вы аккомпанируете Олечки на отборочном концерте. Я. Так вот, в ваших руках судьба моей дочери. Лидия Петровна, Аполлон Иволгин сыграет неподражаемо. Это же звезда. Это будущее гель. Очень, очень хорошо. Алёша, вы волнуетесь? Я? Нисколько. Волнуетесь. Ну, если волнуюсь, то только за вас, Наташа. Простите, товарищ Озеров, сейчас ваш выход. Прошу, прошу. Прощайте, как в атаку. Ни пуха, ни пера. Наташа, после Озерова наш номер. Ты не передумала? Нет, нет, будем танцевать, как решили. Все в цветах полевая дорожка. Вот и домик с вербой у плетня. Подойду я и стукну в окошко. А, Владимир Иванович, он сегодня с нами обязательно будет на концерте? Ну, конечно. Тише. Ты, родная, услышишь меня? Знав я в годы военных скитаний Полыханьи, грозы, боевонь, Сердце матери ждать не устанет Той поры, как вернусь я домой. Той поры, как вернусь я домой. Той поры, как вернусь я домой. Прекрасно пели, с большим настроением. Благодарю вас, профессор. Я много работал над этой алей. Я почувствовал... Вы сумели передать чувства вашего бойца. Его радость. Простите, профессор. Наташа, танцуйте по-своему. Ха-ха, вот они туфельки. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Наташа, поздравляю вас, Наташа. Я первый раз видел, как вы танцуете. Это прекрасно, талантливо. Это все вы, Алеша. Вы поддержали меня. Я так счастлива, что танцевала по-своему. Я понимаю. Понимаю, Наташа. Осуществить свое стремление, желание, это большая радость. Благодарю вас, Ренегат Владимирович. Простите, Аполлон. Аполлон мы на словах. На деле Ренегат. Как вы играли, Мальчики, фальшиво? А для Суботиной у вас и талант куда-то появился. Искусство выше Иволгина. Искусство. От театра оперы и балета утверждены артисты Медведева и Волги. От государственной консерватории выступит студент Озеров. От филармонии артистка Светлова. От балетной школы будет танцевать ученица Ольга Верейская. Утверждены также танцевальные ансамбли Дома культуры имени первой пятилетки под руководством товарища Василиева. Аполлон Владимирович, я буду дома. Зайдите за мной перед концертом. Если вы желаете, я к вашему служу. Наташа, успокойтесь. У кого не бывало неприятностей? Вот пьеса Чехова «Чайка» провалилась. Чехов! Наташа, Наташа, держитесь. Ну, как вам не стыдно сдаваться раньше времени? Ну? Ну? Мы еще и... Они еще увидят, кто прав. Алеша, не оставляйте меня сегодня одну. Ну, конечно, Наташенька. Вы же были со мной тогда, помните, после консерватории? Алексей Алексеевич, на минуточку. Простите, Наташ. Вы не забыли о концерте? Пора ехать. Какой концерт? А вы не получили мои записки с отказом? Разве Наташа вам не передала? Передала, но афиша была уже выпущена. Я не могу. Что? То, что слышите, не могу. Неужели вы не видите? Я вижу, что вы играете словом Аполлона и Волгина. Вы не уважаете публику Дома культуры. Молодой артист, окапризничаете, как старая Примадонна. Ну, подождите минутку. Видите ли, Наташа, произошло недоразумение. Что такое? Дело в том, что я занят сегодня вечером. Простите, я не знала, что вы заняты. Я постараюсь. Павел Владимирович, отпустите меня. Я вас отпущу сразу после вашего выступления. Нет, сейчас. После вашего выступления. Ну, знаете. Алексей Алексеевич, мы опаздываем. Я очень счастлива. Вы так восхитительно пели, с таким блеском. Я вас буду называть просто Лешенька. Пройдемте в комнату. Спасибо, но я тороплюсь. Он торопится к музам. О, так заходите к нам, дорогой, запросто. Ну, вот и я. Пойдемте. Заходите. Буду ждать. Заходите. Вы, ренегат Владимирович. Аполлон. Аполлон, Аполлон. Добрый вечер. Добрый вечер. Можно видеть Наташу? Простите, что так поздно. Наташу? Ее еще нет. Она же с вами ушла на концерт. У тебя же она может быть. Простите. Простите. Что же это, а? Простите. КОНЕЦ Лебедев, Наташа здесь? Нет, она не приходила. Мы сами ее ждем. Значит, что-нибудь случилось. Она ушла вчера и не вернулась домой. Куда же она ушла? Лебедев, Наташа, что-нибудь случилось? Что это такое? Почему он нас взволновал? Вера Георгиевна, простите, но вы не правы. И комиссия... В чем не права? Кто вы такой? Это вы ее довели. Вы поступили жестоко и несправедливо. Что такое? Здравствуйте. Здравствуйте, девочки. Здравствуйте. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте. Все на месте? В субботе на нет. Наташа не пришла. Вера Георгиевна, вы знаете, со вчерашнего вечера Наташи не было дома. Что-то случилось. Не было дома? Нет. Странно. Товарищи, не волнуйтесь. Мы о Наташи все выясним. А сейчас давайте заниматься. Начнем с адажио. Встали? Аполлан Владимирович, пожалуйста. И... Ну, что в делу? Простите, профессор. Пожалуйста, еще раз. Я люблю вас, я люблю вас, Наташа. То есть, Ольга. Простите, профессор, но я не могу сегодня петь. Что-то все. Ну, а почему ты не пришла ко мне? Потому что... Потому что мне было очень тяжело. Вот и пришла бы раз тяжело. А то перепугала всех. И в школе, и дома. Из-за тебя какой-то сумасшедший по всей... Ты дерзости всем говорил. Алло. Да, это я. Вера Георгиевна, Наташа не пришла. Ты скажи, что и дома ее нет. И дома ее нет? Ну, что же делать? А я вам скажу, что надо делать. Идите заниматься. А Наташа сидит у меня. Да-да, у меня. Не волнуйтесь. Значит, ты думаешь, я наказала тебя за строптивость? За то, что ты танцевала по-своему? Да. Глупеныш. Иди сюда. Ты танцевала хорошо. Вера Георгиевна. Очень хорошо. Вся комиссия была за тебя. Одна я против. Вы? Понимаешь, Наташа? Настоящий художник всегда взыскатель. Понимаешь, Петипа создал некогда рисунок танца. Чудесный рисунок. Сколько замечательных балерин создавали в нем свой цельный пластический образ. Понимаешь? Понимаю. Но тебе тесно в этом рисунке. Ты хочешь танцевать сама. По-своему. Да? Да-да, Вера Георгиевна. Мне нравится твоя непокорность. Смелость в искусстве создает новатора. Но что ты сделала? Ты оставила все по-старому, придумала в конце новый кусочек и считаешь, что все кончено. Ну, что ты на меня смотришь, будто первый раз меня видишь? Нет, Наташа. Так в искусстве не поступают. Создавай целиком новый замысел, новый образ. Помучайся над ним. Отделай мне все до блеска, до тонкости. Каждое движение, каждую деталь иначе не выпущу. Ты готовишься быть артисткой русского балета. Лучшего балета в мире. Вера Георгиевна, ведь я почти все и придумала, только не решилась показать. Наташка, умница моя. Что ж ты молчала? Ну, давай работать. Показывай, все. Вера Георгиевна, а кто этот сумасшедший? Какой сумасшедший? А, забыла, как его фамилия. Нака. Нака? Осетров. Нет, вспомнила. Озеров. Алеша? Чтоб хоть раз мне увидит тебя. Наташа, что случилось? Куда вы исчезли? Идите к нам, я вам все расскажу. Бегу. Наташенька, где ты пропадала? Что с тобой случилось? Ничего не случилось. Здравствуй, дорогая. Мы так волновались. Как жаль, что тебя вчера не было на нашем концерте. На каком концерте? В Доме культуры пятилетки. Ой, а мое платье не готово. Нет. А бабушка обещала. А она дома? Дома, в кухне. Наташенька, я вчера такой успех имела на концерте. А Озеров, он так спел песню, не градившего, заставили бессировать. Озеров вчера на концерте? Ну да, мы с ним были вчера так счастливы, нас без конца вызывали. Наташа! Ну и бед вы натворили вчера ночью. Вы нездоровы, Наташа? Я понимаю, приятнее, конечно, делись с человеком радость, чем горе. Что такое, Наташа? Ну не настолько же, чтобы терять друга из-за каких-то лишних хлопков. О чем вы, я не понимаю. Вы бы могли предупредить меня вчера, что едете на концерт. Разве вы не знали? Ведь вы же сами передали Иволгину мою записку с отказом. Я не читаю чужих записок. А, вот и прекрасно. Теперь тебе он сам рассказывает о своем вчерашнем успехе. Но не буду вам мешать, до свидания. Да, Алеша, вы забудете, на перчатку у нас. Держите. Наташа, поймите, ведь... Зачем вы оправдываетесь? Что-то скучно у нас сегодня. Радио, что ли, завести? Веселенькое что-нибудь? Наташенька, скушай блинчиков с вареньем. Бабушка, как вы в ваше время считали? Онегин. Он понимал, Татьяна? Не знаю, что сказать. Надо дедушку спросить. Он у нас знаток по операм. Наталья! Николай Васильевич. Онегин. Причем тут Онегин? Ленской тебя к телефону просит, дружок твой. Что ему сказать? Он мне не друг, дедушка. Так и сказать прикажете? Да. И добавить, что звонить мне никогда больше не надо. Это что же, по-вашему, по-комсомольски дружбой называется? Какая это дружба, дедушка? Озеров плохой товарищ. А, ну что ж, так и передадим. Онегин, Онегин. Ну что ж, Кутенька, не любит нас. Даже разговаривать не желает. Поедем, брат, в Свердловск, в оперу. Начнем работать. Постараемся забыть. О-о-о. Еще до начала целый час, а ты уже одета, внукенька. Спасибо, бабушка. Хорошо? Вот если бы еще сюда живой цветочек. Постойте. На, моя милая. Просили передать после спектакля, а я сейчас. Наташка, поздравляю. Сегодня наш спектакль. Мяу. Что с тобой? Что случилось? Мне нужно уехать на полчаса. Ты ж с ума сошла. Ведь ты ж порвешь спектакль. Наташа! Вы пришли проводить. Да, Леша, я пришла. Прощайте, Наташа. Будьте счастливы. Вы уезжаете? А что же делать? Внученька, милая. Что с тобой? Наташа, возьми себя в руки. Разве она сможет у тебя в таком состоянии? Что с ней такое? Наташа, я тебе говорила, не уезжай. Это что такое на живые картины? Марш на сцену. А вы можете пойти в зрительный зал. Наташа, что с тобой? Ты не можешь танцевать? Ну, тогда я отменяюсь спектакль. Нет, нет, Вера Гюриховна. Наташа, как ты смеешь быть несчастной в свой самый счастливый день? Наташа, тебя ждут сотни зрителей, тебя ждут товарищи, самое близкое сердцу, моя ученица. Иду, Вера. Иди. Ну, счастливо. КОНЕЦ Тихо, тихо, тихо. КОНЕЦ 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 Куда у меня, граждане, не разрешается. Ну, не нужно. Мне необходимо видеть Наташу Субботину. Наташа Субботин? Так она ж на сцене. Последний акт начался. На сцене? Да. Большой успех. Большой успех? Значит, всё хорошо. Спасибо. 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 Да за что хоть за что же? Сейчас самая суть начинается. Вера, не волнуйтесь. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Наша школа. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ера Георгиевна, дорогая моя. Наташа, Наталья Васильевна, на вызов еще раз. Скорей, 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 скорей. Вера Георгиевна, какой успех. И вас публика просит. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ТЕБЯ Продолжайте, Восслушаю я. Ах, Но любить тебя жарче, Нежнее, Да жарче, Нежнее, Верю, целом Мие, Никто не сумеет. АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЩАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok